В этом уроке мы с вами научимся публиковать наш сайт в интернет. Для того, чтобы сайт существовал в интернете, для этого нужен хостинг и адрес сайта. Другими словами, доменное имя. Хостинг это как бы некий компьютер удаленный, где будет лежать ваш сайт. Как правило, все эти услуги, хостинг и адрес сайта являются платными. Но в данном уроке мы с вами рассмотрим для тонировки бесплатный хостинг, бесплатный домен. И что нам вначале нужно сделать? Вот у нас сайт готов, теперь нам нужно его сохранить. Идем в файл и выбираем Save As. Сохранить как? На компьютере выбираем папку, куда сохраняете и нажимаем сохранить. После этого мы идем опять в файл. И Publish Setting. Настройки публикации. Нам нужна вкладка Web. Ставим здесь галочку. И ставим вот здесь галочку. Если у вас вот эта вот активная кнопочка, то ставим ее тоже. Вот так вот выставляем и нажимаем Publish. Все, наш сайт сейчас находится на компьютере. И перед отправкой на хостинг, соответственно мы зарегистрируемся на хостинге. Но перед всем этим делом мы еще вот что можем сделать. Обратите внимание сейчас на вкладку в браузере. Это наш сайт, да? Вот здесь написано не пойми что. Это по сути является тайтл. Здесь вы должны написать самое важное о вашем сайте. Как, например, я сделал на своем тестовом вот этом сайте. Смотрите, я написал школу Федора Васильева, да? И еще есть возможность поставить вот сюда вот такой вот значочек. Эти значочки делают специальные сервисы бесплатные. Давайте сейчас рассмотрим его. Я перехожу в поиск Google и вписываю здесь Favicon. Это название нашей иконки. Нам нужен онлайн-сервис, который делает такие фавиконки. Их разных много. Я использую вот этот вот Favicon CC. Вот адрес его. Переходим на этот адрес. Здесь ничего сложного нет. Переходим на этот сервис и нажимаем вот вторую кнопочку. Import image. Здесь выбираем файл с компьютера. Выбрать файл. Или можете просто переместить. То есть здесь размер не важен. Она может быть даже большая. Можно просто вот так перенести. И нажать загрузить. У нас картинка создалась. Она вот здесь. Правда у меня здесь она не очень получилась. Был плохой пример. Давайте еще раз. Import image. И попробуем загрузить вот эту маленькую. загрузить. То есть у вас, если есть вот здесь вот видно, как будет отображаться. Видите, да? То есть у вас, например, к вашему сайту есть какой-то логотип, то вы можете разместить также его во вкладке браузера. И нажимаете просто вот скачать, вторая кнопка, вот эта вот скачать фавикон. И у вас должна быть на компьютере, как вы скачаете, вот такая иконка с названием favicon.eco. Ее нужно скопировать и поместить как бы в корень вашего сайта. Сейчас я покажу, где это. Итак, я нахожусь в папке с сохраненным проектом. Это у нас проект, чтобы мы могли, например, что-то редактировать. По нажатию вот на кнопку, у вас тут свое название. Я написал индекс, точка, здесь неважное название, главное, чтобы была точка.an. Если мы запустим этот файл, то откроется наша программа Adobe H-Animate, где вы можете что-то дополнять или редактировать свой сайт, да? Вот, а если вы еще сделали и нажали кнопку Publish, то здесь появляется внутри папка Publish. Заходим в нее, заходим в веб. И вот наш он сайт. И вот этот фавикон просто выбрасываете вот в эту общую папку. Вот у меня он уже лежит здесь. Здесь все необходимые файлы, которые вы использовали для сайта. Итак, когда вы сохраняли проект, у вас вот этот файл обязательно должен быть какое-то ваше название, точка html. Чтобы ваш сайт заработал на хостинге, его обязательно нужно переименовать, как вот у меня, написать по-английски индекс. Вот обязательно, видите, впишите это, индекс. Вы не спутайте, он тут один в папке Publish должен быть, потому что JS, вот эти файлы, это JavaScript файлы, их не надо трогать. Фавикон, который вы закинули, и две папочки, да? Соответственно, вот этот файл вы переименовываете. Потом правой кнопкой мыши открываем его через редактор. И находим, вот у меня это шестая строка, находим вот такую трочку кода, title. Вот здесь написано, да, title. И у вас здесь будет вот это произвольное английское слово. То есть вы здесь его стираете аккуратно, вот так, между кавычек. И вот как у меня написано, школа Федора Васильева, здесь вы вписываете что-то свое. Можно по-английски. Вот, и потом нажимаете, вот здесь вот иконочка, сохранить. Она сохранится в том же месте. Вот, в принципе, это вся манипуляция. Теперь мы можем смело наш сайт переместить на хостинг. Но перед этим мы сначала там зарегистрируемся. Итак, переходим вот на этот хостинг. Он называется, вот он его адрес, хостингер. Запомните, перейдите. Он предоставляет тоже бесплатный хостинг. Вам, как для начинающих, как бы, ну, подойдет этот вариант. Потом, если там вы продолжите работу, будете делать другие сайты, да, возможно, вы и приобретете здесь какой-то план платный, который там помощнее и так далее. Здесь я подробно не буду останавливаться, просто давайте здесь зарегистрируемся. Также вы можете использовать ВКонтакте и Google+, для входа в аккаунт, да. Но мы давайте создадим аккаунт по старинке. Значит, спускаемся вот ниже и вписываем вот здесь имя, имейл, пароль, пароль и вот этот капча, защитный код сюда. Я прописал тоже данные. Потом ставим галочку, что вы согласны с условиями договора и нажимаем на кнопку создать аккаунт. Итак, вас должно перебросить на такую страницу, где вам сообщают, что вы должны подтвердить вашу регистрацию, перейдя в ваш электронный ящик и перейдя там по ссылке, да. Так что выполняем эту процедуру. После подтверждения аккаунта у вас должно быть вот такое сообщение. И вот у нас есть тарифный план, да. Берем, значит, бесплатный, убираем кнопку заказать. Сразу нам предлагают зарегистрировать домен. Как я уже говорил, это адрес вашего сайта. По доменам сразу вам скажу, что если вы пока тренируетесь, пока пробуете, то вы можете использовать бесплатный домен, но если у вас какой-то серьезный будет сайт, который вы захотите, чтобы его находили в интернете, то вам сразу скажу, что обязательно нужно домены ими зарегистрировать за денежку. Регистрация домена в зоне.ру всего составляет 100 рублей в год. А вот почему? Потому что бесплатные домены не любят поисковики, они могут их даже не проиндексировать, очень плохо к ним относятся. Поэтому бесплатный домен это только для тренировки. Значит, второе поле субдомен. Латинскими буквами что-нибудь придумываем. Вот здесь вот в списке можете выбрать окончание вашего доменного имени. Придумывайте какой-нибудь сюда пароль и нажимаем продолжить. У вас может выскочить такой субдомен не разрешен. Наверное, цифры здесь. Пробуем еще раз. Вот это сообщение выскакивает, ему что-то не нравится именно в названии вашего доменного имени. Попробуем слово Animate. Так, подтвердите ваш заказ. Так, у нас прошел адрес, значит, Animate. Сайт. Тариф бесплатный. Домен. Вот у меня тоже тест, вы видите. Вот так адрес сайта будет у меня выглядеть. Цена 0.0. Так, прописываем опять капчу, защитный код. Соглашаемся с условиями и нажимаем заказать. У вас появится вот такое окно. Аккаунт успешно создан. У вас сейчас пока статус в ожидании установки. Скорее всего, прежде чем вы разместите сюда сайт, придется немножко подождать, пока домен активируется. Вот по клику по домену у нас вот есть такие кнопочки. Можно нажать управление и пока закинуть наш сайт на хостинг. Прокручиваем вниз. Перед импортом сайта на наш хостинг, нам нужно заархивировать все наши файлы в zip-архив. Идем туда, где у нас расположен сайт. Папки publish, папка web и наши файлы. Выделяем все. Правой кнопкой мыши добавить в архив. Выбираем zip. И окей. Так, у нас готова папка. И на хостинге находим импорт сайт. Вот такую кнопочку. И тут вот нам говорят, перетащите файл сюда или нажмите для загрузки. То есть мы можем просто вот так вот перетянуть наш веб. И ждем, когда у нас загрузятся все файлы. После того, как они загрузятся, там произойдет распаковка файлов. Так, теперь можно выйти обратно в наше доменное имя. И теперь вы можете просто скопировать ваш адрес сайта, ваше доменное имя. Вставить в адресную строку браузера. И вот у меня все получилось. Вот вы видите действительно адрес, который я только что зарегистрировал вместе с вами. Также видно, вот видите, тайтл и фавиконку. Я вас поздравляю. У нас с вами получился обалденный сайт. У нас все работает. И увидимся в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok